Всем привет, друзья! Мы привыкли считать Древний Египет настоящей землей солнца, пирамид и гробниц, а фараонов – детьми богов, которые то и дело правили страной подобно божествам, купаясь в это время в богатстве и роскоши. Но за всем этим внешним лоском, как это часто бывает, скрывают обычные бытовые будни, которые в случае с Древним Египтом являются грязными и отвратительными. Представляем вам пять обычаев древних египтян, которые, скорее всего, удивят вас. Поехали! Вы наверняка не знаете, что у древних египтян были очень своеобразные методы контрацепции. Среди ученых долгое время ведется спор о том, использовали ли наши древние предки презервативы, и хотя достоверных сведений все еще нет, предположительно, контрацепция использовалась 12-15 тысяч лет назад. Как показывают источники, в Древнем Риме, Греции и Египте ценилась молодетность. Впрочем, методы контрацепции были в основном женские, и в случае провала женщина должна была сама контролировать свою беременность. Чаще всего для этих целей девушки использовали мед, хотя иногда готовили некие особые мази, смешивая листья деревьев с крокодилием навозом. Мужчины в качестве контрацепции окунали детородный орган в смолу и луковый сок. Хорошо, что в наше время подобная экзотика больше нигде не встречается. Если бы египтяне знали, что в наше время достаточно посетить гинеколога или сделать тест на беременность, они бы очень удивились, потому что их методы определения возможности женщин иметь детей были очень странными и пугающими. Доходило даже до таких глупостей, как намазать женщину маслом и заставлять ее лежать так весь день, а если на следующее утро она хорошо выглядела, значит могла стать матерью. Также у древних докторов было такое мнение, что каждое отверстие женщины связано напрямую, поэтому еще один способ понять, сможет ли женщина забеременеть, является не менее интересным. На ночь женщине засовывали небольшую головку лука или зубчик чеснока, да-да, именно туда, куда бы подумали. И если с утра у женщины изо рта пахло тем или иным растением, то женщина могла родить ребенка. Мы не знаем, как чеснок или лук связан с зачатием детей, но такие эксперименты в домашних условиях лучше не проводить. Если ты, конечно, не древний египтянин, случайно попавший в будущее. Но не все так плохо, как ты подумал, дорогой зритель, кое в чем египтяне все-таки были правы. Метод определения беременности по моче, применяемый египтянами, содержится в берлинском папирусе и работает удивительно точно. Определялось наличие гормонов моче беременной женщины. Серия анализов показала, что моча беременных ускоряет рост растений, тогда как моча не беременной женщины или мужчины замедляет прорастание. Ставь лайк, если не знал об этом раньше. Неважно, вчера или сегодня. Мой народ самый великий народ в мире. Мой народ, мой народ, ты же гречанка по паспорту, а египтянок я видал и покруче. Чаще всего художники изображали фараонов стройными и мускулистными мужчинами. Но правда была гораздо дальше от этого идеала. Некоторые фараоны, которых нашли при раскопках, были, мягко говоря, в теле. Такое происходило, скорее всего, потому, что пиры в царском дворе устраивались почти каждый день, как сообщают многие письменные источники. Пиры древние египтяне устраивать точно умели. Для них стандартный пир состоял как минимум из ведер вина, множества пирогов и килограммов мяса. Поэтому не стоит удивляться тому, что при раскопках у египтян находят выпирающие животы, закупорку артерии и складки жира. Кстати говоря, об ожирении. Уже в 1500 году на нашей эре египтяне писали трактат о вреде ожирения. И это при том, что в их времена еще не существовало Макдональдса. Только представьте себе фараона того времени. Пузатого Бенепуха и два, умещающего свои жирные вака на троне и уплетающего уже пятую по счету куриную ножку. Не так красиво, как на портретах, верно? Мы подозреваем, что древние египтяне интуитивно считали худых привлекательнее толстых. И это отразилось в их изобразительном искусстве. В древнем Египте было много докторов, которые сохранились и в наше время. Каждый врач занимался только одной болезнью и не более. Все места человеческого тела буквально распределялись между отдельными врачами. Одни лечили глаза, другие голову, третьи зубы, четвертый желудок, пятые внутренние болезни. Наконец, были и врачи, которые занимались болезнями неопределенного происхождения. Были среди этих докторов и практологи, единственной работой которых было приготовление растворов для клизм. Но зато они получили гордое название – пастухи ануса. Клизмы были просто необходимы в то время, так как фараоны каждый месяц на протяжении трех дней чистили свои желудки после переедания. А знали ли вы, что косметикой пользовались не только женщины Египта, но и мужчины? Причем в основном в медицинских целях. Считалось, что сурьма зеленого или черного цвета не только делала взгляд выразительным, но и защищала глаза от инфекционных болезней и преждевременного старения. Также считалось, что подводка защищает глаза от проникновения через них в душу человека злых духов. Румяна в Древнем Египте делали из сырья растений и кустарников, а в качестве помады использовались смесь животного жира с добавлением пчелиного воска и красного пигмента, или же красную глину. Сейчас, к счастью, отправляться за пчелиным воском или глиной не приходится. Нам достаточно сходить в ближайший магазин косметики, так что древние египтяне бы нам позавидовали. Теперь, услышав что-то о Древнем Египте, вы, возможно, подумаете не только о пирамидах и мумиях, но и об интересных, а порой и странных фактах, которые мы перечислили сегодня. Так что там у вас теперь ассоциируется с Древним Египтом? Пишите в комментариях и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. До скорых встреч!